Он меняет судьбы людей и даже целых городских районов. Он появился раньше, чем речь и рассказывает о любви и боли красноречивее любых слов. Он помогает найти себя и друзей, формирует характер и доставляет огромное удовольствие. Танец – тончайший синтез спорта и искусства, открыв который для себя человек в движении и постигает смысл жизни. О философии танца и его психологии, а также о школе, которая для многих стала площадкой для общения и самовыражения, мы говорим с руководителем «Штормдэнс-студио» Денисом Настагуниным. Денис, начнем, пожалуй, с такого несколько философского вопроса. На ваш взгляд, танцы – это больше мужское или женское занятие? Танцы – они для кого? Для всех? Вообще для всех, потому что, да, я вот когда был в Лос-Анджелесе, там на входе в «Самую лучшую школу мира» написана такая фраза. «Но расизм, но сексизм – джаз-дэнс». Просто танцуй. Нет, да, просто танцуй, никакого расизма, никакого полового различия. Просто приходишь на занятия, и ты танцуешь для себя. Вот эта фраза, ее берут за основу многие школы, что если ты хочешь танцевать, для тебя все открыто. Ты не должен стесняться там кого-то, чего-то. Просто пришел ради того, что вот ты хочешь научиться, хочешь, неважно даже какие направления. Очень много мальчиков сейчас в женских направлениях. Это там джаз-фанк, вок, вакинг. Мне кажется, что сейчас уже вот эти границы направления, они стираются. Мужской или женской, все переплетается. Да, все переплетается, стирается, и даже девочек сейчас очень много. Вот есть, например, самый мужской стиль – это крамп. Он еще жестче на хип-хопа, и там тоже есть девочки. Мы за кадром с вами уже общались на эту тему, что в сознании обывателя простого танец – это что-то такое очень простое, очень легкое, от души. А в ваших устах танец – это работа, это жесткая работа получается. Да, 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 жесткая. Там не только еще физическая часть, запоминание. Очень много материала приходится, ну, пусть там будет 40 час нужно запомнить за это время. Все сложить, музыкальность очень еще играет. И все вот это нужно делать сразу, быстро. Я когда в них вкладываю, я вижу, что они очень стараются, они пытаются, пытаются расти, даже несмотря на то, что у них там, ну, детские всякие травмы, которые выливаются при нагрузке. Это всегда. И мне приходится это исправлять. То есть очень-очень много. У меня полкоманды с нереальными проблемами со здоровьем. То есть каждое занятие – это какое-то преодоление себя уже получается. Да, да, да. Очень много приходится останавливаться. Например, у большинства детей слабая спина. Пришлось спину закачивать, чтобы можно было выдерживать тренировки. Получается, танец, он не только физически тело приводит в порядок, он еще формирует характер человека. Да, да, да. Вот с характером как раз, ну, больше всего, наверное, нравится работать, потому что то, какие вначале дети приходят, они приходят еще, ну, такие совсем зеленые. И если мы говорим про чемпионаты крупные российские, то там очень психология такая мощная. В любой момент может что-то сорвать. Например, растерялась, и уже вот через пять минут нужно выходить на сцену. И надо собраться. И нужно собраться, да. Характер у них должен быть такой жесткий, что здесь нельзя давать слабину. Что вот есть, ну, перед ним поставлена цель, что они сами этого хотят. На самом деле я не заставляю их ходить. То есть мне, наоборот, я против, что я, ну, когда я их заставляю. Они все это делают вот как раз из-за мотивации, то есть из-за желания. Они хотят, они видят, они хотят соревноваться с крупными командами, причем они большинство знают. То есть общаются и с детьми из других городов, потому что пересекаются на чемпионатах и там заводят дружбу. Ну, вот о чемпионатах, да. Я знаю, у вас в школе есть команда «Шторм Крюм». Это такой флагман, наверное, школы, на которой все фундамент равняются. И это девчачья тоже команда, я так поняла. И девочки, они ездят по России, много где выступают. И я знаю, что в прошлом году были серьезные достижения. Давайте немножко на этом остановимся. В прошлом, вот в полугодии было два чемпионата. Один в Нижнем, это Волга-Чемп, на который мы постоянно ездим. Он проводится два раза в год. Там, на самом деле, в нашей номинации достаточно было много команд. И там нет разделения по уровням. То есть есть номинации «бэбики», «дети», «юниоры» и «профики». Всегда разделяется, вот на других чемпионатах разделяется по уровню. Это начинающие, средний уровень, профи. Вот, и в этот раз мы заняли, по-моему, третье с конца. Там было 20, что ли, 3 команды, я уж не помню. Уровень там уже очень серьезный. И очень, ну, так как в команду где-то в октябре пришли трое новеньких. Девочки. Да, нужно было их влить в команду. Им было, конечно, очень сложно. И, ну, косяки, проблемы, которые вылезли уже на выступлении, мы за следующей неделе убрали. То есть разница между двумя чемпионатами была неделя, и было время все почистить. И на следующем чемпионате уже было более четкое выступление. Да, 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 более четкое выступление. Поэтому и заняли седьмое место из 25. То есть почистили. Это уже на российском. Да, да, да. Это вот этот «Проект 818». Это, ну, наверное, их всего три таких чемпионата в России проводятся, то есть достаточно крупных. И, да, там была номинация «Начинающие», но это тоже того стоит. То есть расти с самых низов до верха. Вот, поэтому я и очень хочу, чтобы с ребятами, ну, занимался кто-то вот. Да, и вы говорили, что хореограф приезжает в Саров, именитый очень. Вот, да, я привожу 24-25 марта хореографа. Это команда Lil'Femme, Саша Шерман, одна из лучших хореографов России. Она также была и хореографом на танцах на ТНТ. Это такие большие курсы на два дня, где девочки будут заниматься по 7 часов каждый день. Это, конечно, очень сильно. Да, жестко и тяжело. Да, но куда деваться. У них бывают тренировки, вот если взять перед чемпионатом, и по 5, и по 7 часов. Так что они, я знаю, что вы выдержали. Танцы такой настоящий спорт, получается. Да, так он и приравнен к спорту. То есть, если взять 5 или 6 лет назад, то хип-хоп приравняли к дисциплине в спорте. Вот, поэтому у нас и всероссийские чемпионаты есть, и международные, где прямо есть отборы. То есть, это не конкурсы, да, это именно чемпионаты. Это именно чемпионаты, да, где ребят отбирают в команду. Есть команда России по хип-хопу, которая ездит, соревнуется в Лас-Вегас, да, на крупные чемпионаты. Мне кажется, что танец – это такая невербальная форма общения, это способ передать свои мысли, свои чувства, свои эмоции. Но вот тогда ответьте мне на такой вопрос. Получается, не может быть два одинаковых танца. То есть, сегодня я выхожу на танцпол в одном настроении и рассказываю одну историю, а завтра у меня уже другой настрой и другая подача. И вроде бы эти же самые связки, эти же самые движения, но танец уже говорит о другом. Или профессионально поставленный танец, вот он так поставлен, и он должен нести эту идею всегда. Если мы говорим об искусстве, то есть, танец как искусство, то да, мы каждый раз приходим с определенным настроением. Одна связка может быть в один день с одним, на следующий день с другим. Если мы про чемпионаты, то там все должно быть одинаково. Манеры разные, да. То есть, манера – это подача, передача настроения музыки через себя. И она у каждого танцора индивидуальна. Тут вот как раз по-другому играет, что на чемпионатах нам нужно быть одинаковыми, ну, по большей части. А если мы на обычных занятиях или для себя танцуем, то мы уже другие. Самовыражаемся. Да, самовыражаемся. Вот это как раз и есть грань между искусством и спортом. Можно танцевать хоть 20-30 лет для себя, но кому-то этого мало. Кто-то хочет достигать более таких больших высот и уже идут на чемпионат. У нас очень много есть чемпионатов, которые, даже если бы не было команды, просто можно соло, дуэты, трио. Можно не просто хореография, а импровизация, то есть фристайл. Вот я как раз хотела спросить про фристайл. Вот мы заговорили, растанется эта история. И вот есть эти баттлы среди рейперов, они импровизируют. Я подумала, почему бы такого не могло быть среди танцев. Видимо, есть. Есть, конечно. Я сам начинал с хаоса, и я участвовал на баттлах также в Питере, в Москве. У нас в городе этого быть не может пока, потому что мы не понимаем, что это такое. Ну вот, как я себе сказал, где-то 5-7 лет уйдет только на создание танцевального комьюнити нового. То есть вот сейчас прошло 2,5 года, ну вот еще лет... Еще 2,5. Да, еще как минимум 2,5 года, когда образуется новое поколение, которое... Новое поколение ребят, которые пройдут, сейчас скажу, вот какого возраста, с 12, наверное, до 15-16 лет. Ну вот смотрите, до 15-16 лет. Вы сейчас этих звездочек вырастите, а они... 15-16, время вуз выбирать. А я в Усе. А не попы в другие города. Да, да. Сформируется ли это поколение у нас? Не разъедутся ли они? Конечно, оно формируется просто... Ну, есть ребята, которые остаются. Есть те, кто уезжает, да. То есть это процент достаточно высокий. Но уезжают почему? Потому что у нас в городе им нечем заняться. То есть они вроде... Им нравятся танцы, они очень-очень много всего хотят, большего, но у них нет вот этого вот... А что здесь будет дальше? Вот. Тогда этого не было. Сейчас это есть. Сейчас я вот спрашиваю девочек, которым 15-16 лет, спрашиваю, куда же вы поедете, не поедете, останетесь. Многие говорят, что останутся. Потому что для них школа не просто место, куда просто... Ну, прийти, позаниматься и все, и домой. Нет. Вот. Здесь, ну, в школе определенная атмосфера, и детей очень много. Ребята находят друзей, подруг, и хотят оставаться здесь, потому что, ну, им здесь нравится. Ну, я вот читала про вашу школу, на вашей страничке была ВКонтакте, изучала. На самом деле вы какое-то уникальное явление создали, что школа, она действительно стала какой-то площадкой, да, для общения, для самовыражения. Да, да, да. Даже там творческие ребята самовыражаются, кто-то рисует, стены расписывает. Да, это, конечно. Опять-таки ваши ученики, это здорово. Даже не только дети. Я помню, родители сами просились рисовать, да, потому что... Ну, это такое самовыражение, да. То есть вы изначально хотели, наверное, не школу создать, а какой-то круг единомышленников, что ли? Ну, да, да, сплотить, чтобы ребята нашли все-таки что-то свое. То есть у каждого всегда разное. Кому-то танцы нравятся, кому-то меньше они нравятся. Я же не могу залезть в голову и спросить, почему ты ходишь на танцы. Кто-то ходит из-за того, что, ну, у него, например, сложно, ну, сложно в голове, сложно какие-то проблемы, комплексы, и ходит ради этого. Чтобы раскрепоститься. Да, чтобы раскрепоститься. И у кого-то, например, меньше друзей. Он за друзьями приходит. Да, кто-то приходит с друзьями. Плюс ты еще и танцуешь. А вы всех берете? Потому что, ну, вот... Да, конечно. А если человек вот совсем буратино, совсем деревянный? Вот без разницы. А как? Как? Какой-то индивидуальный подход к ним? Не бывает такое, что, ну, тут хорошо танцуют ребятки, а он вот, ну, буратино такой, засмеют, заклюют? Вот именно, когда в группе они занимаются, у них срабатывает вот такой вот... Ну, танцы — это психология мощная. И она очень сильно исправляет. Когда-то я тоже, сколько, 8 лет назад пришел в танцы, и был такой же буратино. У меня ничего не получалось. Вообще? Ну, вообще ничего. И... Ну, мне... У меня возраст достаточно был большой. Это было 20... Сколько? 25 лет. Все деревянное. Мышцы не те, да, пришлось... А до этого спортом занимались? Нет. А, ну, тогда вообще, наверное, очень сложно. Мне по медицинским особенностям нельзя заниматься вообще ничем. Из-за головы. Но я все равно себя пересилил, и меня вот это вот как раз и, ну, толкало наверх. Что, ну, я не должен никогда останавливаться, и должен всегда искать такие способы преодоления себя в голове. Все все могут. Я всегда себе такую фразу повторяю. Не нужно бороться с кем-то, то есть враждовать, конфликтовать с кем-то. Нужно просто делать лучше себя самого. Быть не лучше кого-то, а лучше себя самого. Да, то есть не бороться там за звание лучшего в городе, там, преподавателя, хореографа, нет. Не за известностью какой-то, а просто делать, потому что это нравится. Просто получать удовольствие. Да, да, да. И вот это как раз и дает ребятам нереально быстро расти. Потому что они приходят туда не сдавать экзамен. Они приходят просто получать удовольствие. Вот это удовольствие их и тянет очень быстро наверх. Я знаю, что вы ездите учиться на родину стрит-дэнса в Америку, были в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Да, эти поездки, конечно, очень все меняют. И ты видишь, насколько крутые ребята бывают. Мы говорим, ну, все-таки школа детская, и я больше вкладываю в детей. И всегда смотрю, как и другие преподаватели занимаются с детьми. Как с ними общаются, то есть на занятии. Что изучают. И вот это все пытаюсь привносить к себе на занятия. Это, конечно, такой уникальный опыт, когда... Ну, если вот брать Лос-Анджелес, это была моя мечта еще пять лет назад. То есть до открытия школы я очень хотел поехать именно в Лос-Анджелес. Сначала поехал в Нью-Йорк в 2014 году, но очень поменял. Поэтому и в зале, в большом зале стена... Да, и где у вас там... Да, это Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк тогда очень меня восхитил своей обстановкой. Другая атмосфера, это менталитет танца вот этого, который вы танцуете. Там везде танцуют, просто везде. В смысле везде? На улице? На улице, в метро. Там постоянно какие-то батлы где-то в парке. Танец-то темп города, получается. Да, там если представить вот старые фильмы какие-то, там ребята ходят с таким бумбоксом, ставят его на улице и просто там танцуют, джемят в кругах. И это, конечно, вот там это все. Они до сих пор ходят с бумбоксами при наличии маленьких всяких iPod'ов, плееров и прочего. Да, 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 да. Это здорово. Хип-хоп-культура, она выросла. Если раньше мы все смотрели фильмы и видели, какая хип-хоп-культура была, она же появилась в плохих районах Нью-Йорка. В гетто. Да, в гетто. И, соответственно, там было очень много вот этого страшных моментов. А как вот, это на самом деле очень интересно. Вроде бы там гетто, бандитизм, и там рождается танец. Потому что они хотели поменять вот это все. То есть они... Танцем переломить ситуацию. Да, переломить вот это то, что у них там наркотики, там стрельба и так далее. Вот это все. Они хотели это убрать, и они вот это все, свою боль, какой-то негатив они выражают в танцах. Просто танец, он переломил вот эту вот ситуацию, что все перешло из вот этого. Да, там что-то осталось, мы там ничего не знаем, но перешло по большей части именно в танец. То есть, получается, танец, он повлиял на судьбу целых районов городских. Да, именно оттуда и начали возникать вот все направления. Почему крамп, почему он такой вот именно... Ну, там своя... У каждого направления, вот уличного танца, у него своя психология. Почему мы выбираем такое направление? То есть, дети приходят, они ничего не знают, начинают пробовать. Так, я схожу сюда, схожу сюда. Так, это не мое. Так, мне это понравилось, оно мне идет. У каждого ребенка, ну или там взрослого человека, свой характер, свой менталитет. И они пытаются вот этими направлениями как раз и вытряхивать из себя. То есть, то, что прям задевает. Чтобы не внутри все это перегнивало, а выплеснуть наружу. Вот как раз почему и танцы, это искусство все-таки. Что мы пропускаем через себя музыку. У нас музыка очень разная. В новых треках, которые все слушают там по радио, они очень музыкальные. Там может быть какая-то интересная перебитовка, какие-то интересные слова. Кто-нибудь там крикнул «Вау!» или «Это все можно отыграть». И там «Я!» вот это часто движение. Вот это вот тоже, это все модные движения, которые ребята сейчас берут. Они смотрят их на видюшках. Вот это как раз... А вот ребята смотрят на видюшках, они могут вам что-то предложить? Да, конечно. У меня есть такая идея, давайте как-то это впишем. И вы прям идете на контакт с ними. Да, вот вчера, например, мы же делаем номер на предстоящие чемпионаты. И начали новую связку учить. Я всегда хореографию придумываю на занятиях. Вот прям сразу. Потому что мне нужно видеть на других, как это. То есть, если что-то не нравится, я начинаю менять. То есть, например, движение сюда не подходит. Надо чувствовать прямо в процессе. Да, да, да. То есть, так, движение не подходит, значит, надо что-то другое. Так вот строится у меня хореография. Мне проще, потому что я вижу сразу результат не на себе. Мне может нравиться, мне много чего нравится. А им-то может и нравиться. Да, и мне хочется, чтобы они все-таки даже от сложной какой-то хореографии получали удовольствие. Удовольствие превыше всего. Да, да, да. Потому что удовольствие и вот этот кайф он очень сильно толкает. Почему ребята в Лос-Анджелесе, когда я там учтился, там вообще другая обстановка. Там ребята приходят не для того, чтобы посоревноваться с кем-то. Там, я круче тебя. Нет. Они ходят и занимаются для себя. И видят только себя, получается, в танце. Да, да, да. Они ничего не боятся. У них нет никаких граней. Они просто вот, да, вот как эта фраза написана. Just dance. Да, just dance. Так и есть just dance. Просто приходят, получают удовольствие. Что-то там ошибся, никому не важно. А теперь, Денис, момент, любимый момент в нашей программе, с которым вы уже знакомы. Опросник просто. Три вопроса, три ответа. Так. Каким вам представляется предельное счастье? Ну, для меня счастье – это видеть горящие глаза детей на занятиях. Ради вот этого стоит жить не ради себя, не ради собственного эго. А ради того, чтобы просто дарить классные моменты детям. Здорово. Следующий вопрос. Если бы дьявол предложил вам вечную жизнь без всяких условий, вы согласились бы? Вот как интересно. На самом деле нет. Потому что у нас у каждого своя определенная роль в жизни и определенное время. И все-таки не нужно это время растягивать на большое количество. Вечная жизнь, она ничего хорошего для себя же не принесет. Кроме скуки. Да, кроме скуки. Ведь многие люди живут там и до 90 лет, и до 100 лет. И в конце жизни им становится достаточно скучно. Потому что все уже надоело. Все одно и то же. Мы просто устали. Хочется чего-то нового. Да, хочется что-то нового. Нового перерождения. Нового перерождения. Вдруг я вырасту бабочкой. Здорово. И последний. Ваш любимый цветок. На самом деле перед танцами у меня есть еще одно увлечение, которое было еще с детства. Это тропические деревья. Я ими занимаюсь, по-моему, лет с 10. Занимаетесь выращивать? Да, выращиваю. Дома у меня сад с тропических деревьев есть. У меня есть и баобаб, который сейчас стоит в студии. Он же огромный. Да. Есть грейпфрут, которому 21 год выращенные семечки. Есть... То есть вы его с детства растили? Да. Есть... Раньше росли и манго, ананас, бананы сажал. Очень много. То есть цветков у меня, наверное, много. Спасибо за эту увлекательную беседу. Это был Денис Настагунин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!